Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы будем говорить о творчестве, о личности Антона Павловича Чехова. Когда мы произносим это имя, то возникает невольная ассоциация с юмористическими рассказами Антона Павловича, с его рассказами об интеллигенции, а также с драматургией, притом с новаторской драматургией, с драматургией, которая явно носит новаторский характер и не похожа на пьесы предшественников Антона Павловича. Но обо всем поподробнее. Итак, я попрошу обратить ваше внимание на слайд. Мы видим портрет Антона Павловича и строки из его произведения «Три сестры». Я бы хотел, чтобы эти строки стали эпиграфом к сегодняшней передаче. Будем жить. Музыка играет так весело, так радостно. И кажется, еще немного, и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем. Если бы знать, если бы знать. Напомню, что эти строчки, написанные Антоном Павловичем уже в поздние годы его творчества и включены в пьесу «Три сестры». Творчество Антона Павловича многогранно. В нем сочетаются многие темы. И социальные темы, и темы бытового характера, сценки из обычной человеческой жизни. Ставит Антон Павлович множество философских проблем. Проблема жизни и смерти. Проблем смысла человеческого существования. Ответ на вопрос, зачем мы живем, что мы должны сделать в этой жизни. Какой будет жизнь после нас, после того, как нас не станет. Все эти вопросы ставятся и в маленьких рассказах Антона Павловича, и в повестях, и в драматургических произведениях, в его драмах и комедиях. Ну а сейчас я бы хотел обратиться к летописи жизни и творчества Антона Павловича Чехова. Итак, летопись жизни и творчества. И первая дата, 17 января 1860 года. Писатель родился в этот день в городе Таганрог на юге России. Следующая дата, 1876 год. Семья Чеховых переезжает в Москву. Это было связано с финансовыми трудностями, которые переживала купеческая семья Чеховых. В Москву перебирается и Антон Павлович. Итак, следующая дата, 1880 год. Выходит первая публикация произведений Чехова в журнале «Стрекоза». И с этого момента начинается его литературное творчество. А дальше, в 1884 году, выходит уже первая книга театральных рассказов Чехова под названием «Сказки Мелькомены». Следующая дата, 1886 год. Появляется сборник пестрые рассказы, куда вошли многие дошедшие до нас и изучаемые в школьной программе и в институтской программе произведения Чехова. Следующая дата, 1887 год. Связана она с постановкой первого драматургического произведения пьесы Иванов. Следующая дата, 1890 год. В это время Чехов совершает путешествие по Сибири, посещает остров Сахалин, где ведет наблюдение над жизнью людей, в том числе и каторжников. И потом эти впечатления вылились в целую книгу, которая так и называлась «Остров Сахалин». Следующая дата, 1892 год. Чехов приобретает имение, подмосковное имение Мелехова. И с этим имением связаны многие творческие и общественные усилия Антона Павловича. Множество произведений, ярких произведений были написаны в Мелехово. И вот мы видим, что с 1892 по 1898 год продолжается, развивается Мелеховский период его творчества. Какие же рассказы были написаны в это время? Это и «Палата номер 6», и «Человек в футляре», «Бабье царство», «Случаи из практики», «Ионыч», «Крыжовник», а также пьесы «Чайка» и «Дядя Ваня». Основная тема этого периода – тема интеллигенции и ее роли в жизни общества. Следующая дата, 1895 год. В это время Чехов знакомится с Львом Николаевичем Толстым в имении Ясная Поляна, которой Толстому и принадлежало. Следующая дата, 1904 год. Постановка, наверное, самой знаменитой, самой популярной пьесы Чехова «Вишневый сад». Ну и, наконец, следующая печальная дата, 15 июля 1904 года «Писатель умирает». Я уже сказал о том, что творчество Чехова, а оно занимает всего несколько десятилетий, очень небольшой период, но, тем не менее, творчество его наполнено разнообразными жизненными картинами, жизненными описаниями. Исследователи выделяют несколько периодов в его творчестве. И сейчас мы с вами, дорогие телезрители, коснемся проблемы периодизации творчества Антона Павловича Чехова. Итак, первый период. Начинается он в 80-е годы и занимает всего несколько первых лет этого десятилетия. Мы обозначаем его как период создания ранних юмористических рассказов Антона Павловича. Следующий период более значительный и во временном, и в идейно-тематическом плане. Середина 1880-х годов и начало 1890-х. Начало и середина 1890-х годов. В это время появляются его зрелые повести и рассказы. Уже лишенные юмористического начала, здесь ставятся более сложные, жизненно важные философские, злободневные проблемы. И в первую очередь проблема смысла человеческой жизни и взаимоотношений среди людей. И следующий, следующий период, это уже заключительный период. Приходится он на конец 19-го века, начало 20-го века, поздние повести и драматургия. Драматургия Антона Павловича Чехова. Юмористические рассказы. Так мы привыкли говорить о раннем Чехове. Действительно, в его сборниках появляются небольшие сценки из жизни людей, из обывательской жизни. Незначительные какие-то эпизоды, даже фрагменты, например, фрагменты жалобной книги. Какие-то зарисовки. Вроде бы, на первый взгляд, ничего не значащие зарисовки. Они наполнены юмором. Многие носят анекдотический характер. Но за внешним комизмом, за внешним чеховским юмором кроются очень сложные вопросы. Смех сквозь слезы. Наверное, так мы можем обозначить первый период творчества Чехова. Внешняя форма не всегда соответствует содержанию, внутреннему, глубинному содержанию его произведений. Если во внешнем плане творчество Чехова наполнено юмором, сатирой, комизмом, анекдотичностью, то раскрывая первый уровень проблематики его произведений, мы понимаем, что не все так просто и не все так смешно и комично, как кажется на первый взгляд. Но для того, чтобы нам не быть голословным, для того, чтобы проиллюстрировать этот тезис, я думаю, нам стоит обратиться к ранним юмористическим рассказам Чехова. Напомню еще раз, что создавались они в начале 80-х годов XIX века. Итак, следующий слайд. На нем мы с вами увидим основные произведения, написанные в этот период. Это рассказы «Смерть чиновника» 1983 год, «Толстый и тонкий», написано в этом же году, «Хирургия и хамелеон» 1884 года, «Рассказ злоумышленник» 1985 и «Унтерпришибеев» 1885 года. Следующий слайд. Итак, рассказ «Толстый и тонкий» 1983 года поможет нам проиллюстрировать специфику ранних юмористических рассказов Чехова. Вот мы видим картинку. На картинке изображены как раз толстые и тонкие главные герои этого рассказа. И сейчас я позволю процитировать несколько строчек из этого произведения. Итак, все происходит на вокзале. На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля. Один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флороранжем. Тонкий же, только что вышел из вагона, и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Здесь, дорогие друзья, мы с вами сталкиваемся с приемом антитеза. Антитеза, то есть противопоставление. Перед нами возникают два противоположных друг другу образа. Один персонаж, уверенный в себе человек, человек очень успешный, судя по его внешнему облику, хорошо вписан в окружающую действительность. Другой, напротив, какой-то неуверенный, навьюченный чемоданами, уставший, несколько не похож на своего товарища. И вот давайте обратимся к следующему фрагменту этого рассказа и посмотрим, что же с героями произошло дальше. А дальше происходит разговор. Продолжаем чтение этого фрагмента и смотрим, что стало дальше. Когда наш герой узнает, что его товарищ стал тайным советником, он меняется в лице. Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой. Казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился. Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились. Длинный подбородок жены стал еще длиннее. Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира. Помилуйте, что вы, захихикал Тонкий, еще более съеживаясь. Милостивое внимание вашего превосходительства вроде как бы живительной влаги. Это вот ваше превосходительство, сын мой, Нафанаил, жена Луиза, лютеранка, некоторым образом. Посмотрите, посмотрите, дорогие друзья, как меняется наш герой. Вместо привычного дружеского тона здесь, в этом произведении появляется совсем другой тон, подобострастный. А все потому, что его близкий приятель получил чин, который больше того чина, которым обладает Тонкий. Оказывается, чин способен разъединить людей, сделать из друзей подчиненных и властителей, помешать им быть вместе, помешать их дружбе. И как бы ни сопротивлялся толстый такому чинопочитанию, такому поведению со стороны своего товарища, ничего изменить уже нельзя. Давайте обратимся с вами к следующему слайду. Следующий слайд у нас посвящен рассказу «Хирургия», рассказу 1884 года. Итак, вот картинка, иллюстрация к произведению «Хирургия». И давайте почитаем с вами текст. Пустяки скромничает фельдшер, подходя к шкапу и вроясь в инструментах. Хирургия пустяки, тут во всем привычка, твердость руки расплюнуть. На медне тоже, вот как и вы, приезжал в больницу помещик Александр Иванович Египетский, тоже зубом. Человек образованный, обо всем расспрашивает, во все входит, как и что, руку пожимает по имени отчества в Петербурге, 7 лет жил, всех профессоров перенюхал. Вот таким мы видим одного из главных героев, фельдшера Курятина, которому приходит дьячок Ванмигласов с просьбой удалить ему больной зуб. Уверенный, лоснящийся фельдшер вдруг меняется. Об этом нам поведает следующий фрагмент, который мы выбрали для чтения. Итак, следующий фрагмент. Хирургия, брат, не шутка, это не на клирсе читать. Мало тебя в бурзе, в бурзе березой почевали, господин египетский Александр Иванович, в Петербурге лет семь жил, образованность, один костюм рублей сто стоит. Да и то не ругался. А ты что за пава такая? Ничто тебе не околеешь. Неудачник-фельдшер не смог удалить зуб дьячку, и сразу же слетела с него маска благородного человека. Сразу же перестал он быть благородным человеком, стал ругаться, нервничать, раздражаться. Вот оно, истинное лицо персонажа. А мы переходим с вами к следующему слайду, и переходим уже к зрелым повестям и рассказам Чехова, которые лишены юмористического начала. Середина 1880-х годов и 1890-е годы, вот время, когда создавались эти произведения. Приведем некоторые примеры. Тоска 1886-го, Ванька в этом же году написан, Попрыгунье 92-й, Душечка 99-й, Дом с мезонином, 86-й год. Следующий слайд. Рассказ Тоска 1886-го года. Картинка, которая появляется на вашем экране, вводит нас в атмосферу городских извозчиков. И вот главный герой, извозчик, именно от его лица будет идти повествование. Итак, текст. Вечерние сумерки, крупный мокрый снег лениво кружится около только что зажженных фонарей. И тонким мягким пластом ложится на крыше. Лошадиные спины, плечи, шапки. Извозчик Иона Потапов весь бел, как привидение. Он согнулся настолько, только возможно согнуться живому телу. Сидит на кослах и не шевельнется. Упади на него целый сугроб, то и тогда бы, кажется, он не нашел нужным встряхивать себя снег. Следующий слайд. Иона смотрит, какой эффект произвели его слова, но и не видит ничего. Молодой укрылся с головой и уже спит. Старик вздыхает и чешется. Как молодому хотелось пить? Как ему хочется говорить? Скоро будет неделя, как умер сын. А он еще путем не говорил ни с кем. Нужно поговорить с толкой, с расстановкой. Надо рассказать, как заболел сын, как он мучился, что говорил перед смертью, как умер. Нужно писать похороны и поездку в больницу за одеждой покойника. В деревне осталась дочка Анисия. И про нее нужно поговорить. Да мало ли о чем он может теперь поговорить. Слушатель должен охать, вздыхать, причитывать. «Одинокий человек» — вот герой этого произведения. Человек, у которого горе. У него умер сын. Ничто не может спасти этого героя от отчаяния и одиночества. Ему не с кем поговорить. Никто, даже близкие ему люди, такие же извозчики, как он сам, не могут или просто не хотят его выслушать. Эти проблемы затрагиваются и в других произведениях Чехова этого периода. Тема одиночества, публичного одиночества. Тема человека, окружение которого не в состоянии понять его. Понять и посочувствовать. Конечно, мы только начали разговор о Чехове. Можно упомянуть еще рассказ «Ванька» 1886 года. Вот мы видим картинку, видим маленького мальчика, который пишет письмо. И мы уже знаем, что это письмо адресовано дедушке несчастного Ваньки Жукова. Дедушке, который живет в деревне. И который, по мысли маленького мальчика, должен забрать его из города, где ему плохо и одиноко. Обратимся к некоторым цитатам. «Приезжай, милый дедушка», — продолжал Ванька, — «Христом Богом тебя молю, возьми меня от седа. Пожалей ты меня, сироту несчастную, а то меня все колотят, и кушать страсть хочется. А скука такая, что и сказать нельзя, все плачу. А на медне хозяин колодкой по голове ударил, так что упал и на силу очухался. Пропащая моя жизнь хуже собаки всякой». Убаюканной сладкими надеждами, он час спустя крепко спал. Ему снилась печка, на печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам. Около печи ходит вьюн и вертит хвостом. В этом произведении открывается очень интересная тема. Тема одиночества. Ваньке Жукову плохо в городе. Он тешит себя иллюзиями, что приедет дедушка заберет. Но письмо отправлено почти без адреса, на деревню дедушки. Человек остается один со своими переживаниями, со своими мыслями, со своим одиночеством. И здесь у Чехова очень глубокая философская мысль обозначена. Человек не будет услышан. Не будет услышан родным, близким. Но и не будет услышан, скажем так, в метафизическом плане. То есть человек приходит в этот мир, человек уходит из этого мира, и все это время он остается один. Тема одиночества, тема понимания, взаимопонимания между людьми, она очень важна. Она перекликается с другими произведениями Чехова, с более поздними произведениями Чехова, с его драматургией. Она встречается и в произведениях его Мелеховского периода, в произведениях более позднего Ялтинского периода. Тема одиночества. Человек ищет, кому бы вылить свои чувства, свои эмоции, но не всегда находит это. Тем не менее, дорогие друзья, время нашей передачи подходит к концу. В следующей передаче мы продолжим разговор о творчестве Антона Павловича Чехова. А сейчас мы с вами прощаемся. До новых встреч.